Бюджет сегодня был принят. Очень интересно. Это же публичные слушания прошли очень стремительно, за час 25 минут. Но еще интереснее вообще весь бюджетный процесс. Он уложился в районе меньше, чем за 14 дней. Потому что 16 числа были внесены, ну или там 15, ну там выходные, был внесен бюджет. А первые уже его приняли. Причем приняли не только этот бюджет, но еще изменения в бюджет прошлого года и еще шесть изменений в бюджет и советов. Судя по тому, что я сегодня увидел, и вчера я там внимательно следил за комиссией, которая бюджетная проходила, они вообще бюджет не читали. Ну я имею в виду депутаты, которые сегодня голосовали. А те, которые читали, ничего в нем не поняли. И поэтому сегодня был принят бюджет, который надо было как минимум еще на две недели откладывать. А главное же на самом деле содержание этого документа. Вот интересно, Павел Владимирович, как вы его оцениваете? Вы уже опытный, рургументарий. Ну да, я когда-то работал два созыва, заместителем председателя комитета по бюджету, и один созыв заместителем председателя комитета по экономической политике Московской областной доли. И в бюджете я, в общем-то, разбираюсь. Хотя там разные граждане, которые там имеют образование режиссеров, начинают говорить, что вроде не читал бюджет. Нет, я прям цитировал этот бюджет им. И на самом деле, если говорить о бюджетном послании в принципе, то это не только бюджет, а еще и прогноз социально-экономического развития. Это программы, которые, к сожалению, теперь принимаются не депутатами, а только исполнительной властью, то есть главой. И в этих программах очень много различных мероприятий. А теперь по законодательству получается так, что мероприятий может быть много, но финансировать будут только те, на которые хватает денег в бюджете. Если бы теперь бюджет стал первичным, а все программы вторичные. Поэтому на сегодняшний день мы только одно знаем. Приняв бюджет, основные параметры и расходы на программы, потом будут внесены изменения в программы, которые могут быть существенно изменены с точки зрения нахождения детских площадок, строительства дорог и еще чего-то. Если брать вот этот бюджетный процесс и бюджетные послания, которые у нас сегодня получили, то прежде всего нужно смотреть на прогноз социально-экономического развития нашего городского округа, который был раньше районом. И вот тут, знаете, это фантастический документ. Почему фантастический? Потому что он противоречит сам себе. Там такая интересная вещь, например, мы все знаем, что пандемия, там написано, что промышленные предприятия в Ленинском городском округе стали выпускать продукции за 9 месяцев на 22% меньше, чем в прошлом году. Но несмотря на это, оказывается, зарплата на промышленных предприятиях выросла, а малые предприятия будут развиваться и даже увеличиваться. Мы знаем точно, что малое предпринимательство сейчас в ужасном состоянии находится. Закрываются малые предприятия, не выплачиваются деньги, кризис, а в прогнозе все отлично. Там, например, такая эйфория по поводу того, что безработица прекратится. Хотя на самом деле только за этот год в Ленинском городском округе, по их же документам, безработица увеличилась 20 раз и достигла почти 7% трудоспособного населения. Но несмотря на это, доходы населения растут. Ну как же, если безработица, то, соответственно, люди получают меньше денег. И поэтому как же вы можете написать, что доходы населения растут, и у них повышается еще, знаешь, как бы... Мы знаем, как происходит сейчас торговля. Торговля, ну, к сожалению, тоже испытывает... Ну, это тоже преимущественно малые предприятия, и испытывают торговые точки проблемы. Падают реальные доходы населения, закрываются из-за ковида. А у них в прогнозе все отлично. И торговля будет увеличиваться. Ясно, что по всей стране идет, к сожалению, сокращение инвестиций. И у нас написано, что инвестиции в районе будут расти и достигнут там небывалых масштабов, и будет 3200 новых рабочих мест сделано. То есть прогноз, на основании которого создается бюджет, не отвечает никаким, ну, скажем так, здравым смыслам. А как же, по его не специалисты составляют? Ну, давайте так. Есть интересная вещь. Прогноз составляют так, чтобы начальство было довольно. А, ну, это для начальства. И оно, да, потому что они же прекрасно понимают, что депутаты его не читают, особенно из Единой России, вот эти вот примкнувшие к ним. А когда начинаешь вопросы задавать, ну, вот, например, мы точно знаем, что в образовании Ленинского городского округа такая катастрофа, коллапс. И они об этом пишут. Пишут, что всего у нас, например, 16600 мест в школах, а учатся 26500 учеников, например. И дефицит у них 2900 мест, написано так. Хотя на самом деле гораздо больше. Ясно, что 10 тысяч точно мест не хватает. Или надо переходить на двухсменную и трехсменную обучение. Сейчас им немного помогает это цифровое, или так называемое удаленное обучение. Но это не обучение, на мой взгляд, вообще. Но ладно, поздно мы из ковида же выйдем. Поэтому надо срочно строить школы. А там так написано интересно. Судя по тому, что написано в бюджете, а он же на три года прогнозируется, в этом году будет проектирование школ, а в следующем году строительство за бюджетные деньги. То есть, получается, инвесторы, которые взяли на себя обязательства, что они построят школы, или сдулись, или каким-то образом ушли от этих обязательств, бюджет теперь нашими с вами деньгами, потому что деньги налогоплательщиков, пытается закрыть те дыры, которые на самом деле появились из-за недосовестных застройщиков. Детские сады еще хуже. Там, значит, 7200 мест в детских дошкольных учреждениях, а дефицит больше 7500. То есть, уже ясно, что нужно срочно строить школы и детские сады. Ну, детские сады особенно. Но никаких практически расходов, кроме одного. Они собираются три переоборудовать помещения муниципальных. И, судя по всему, это невозможно, потому что там есть нормативы. Не засунешь ребенка без туалетов, без каких-то, как это в первой школе написано, без удобств. Потом есть нормативы 2 метра на человека. То есть, они решили все нормативы уничтожить и сделать такие кратковременного пребывания группы, чтобы как-то... Ну, это все 360 мест. Назвать это садиками. Еще они собираются купить детский сад у участника. И, судя по всему, это было еще в прошлом году. Так называемое созвездие видом. Но получилось так, что деньги вроде как не выделили из области. И 106 миллионов тоже отечественных, ну, и местных денег тоже зависло. Потому что там принцип софинансирования. Здание стоит. Взятые на себя обязательства муниципальная власть не выполнила. Ну, и поскольку не выполнила, соответственно, это здание пока пустое. Но если они даже купят его, ну, будет еще там. Они считают, что 500 мест. Но это здание не позволяет разместить 500 человек. Но неважно. Важно другое. Что на самом деле отсутствие, скажем так, внятной политики привело к тому, что строятся только многоэтажные дома. И у них в инвестировании, по-моему, 8 складов и 4 магазина. Все. И больше ничего. И поэтому никаких рабочих мест не будет. Никаких детских садов, школ уже не будет. Потому что все эти застройщики, на которых они молились, они ушли, бросили все. Потому что дому построили. И там продолжают строить. Но инфраструктуру не строят. Именно поэтому в прогнозе написано, что у нас снижается доступность библиотек, досуговых центров, спортивных площадок и все остальное. В связи с этим сегодня коммунистическая партия, фракция, предложила вести мораторий на строительство жилых домов. И заняться совершенно другим. Заниматься соскульпбитом, здравоохранением, образованием. Строить новые здания. Заставлять так называемых инвесторов выполнить свои обязательства в полном объеме. Не слушая людей, они в результате тратят бюджетные деньги. Во-первых, лишние. Ну, ясно, что там есть откаты, заносы. Это всем уже понятно. Но еще и бездарно. Вот я вам пример один приведу. Несколько лет назад они приняли решение построить в Дроздово водозаборный узел. Сегодня мы об этом много говорили. Ну, построили. Вот сейчас заканчивают. В 2021 году сдача. На вопрос. Ребята, а вы к нему водопровод-то подвели? Ну, потому что старый водопровод Дроздова не предусматривает. Ну, его надо менять. Там колонки стоят. Ему нужно совершенно по-другому делать. То есть, он состоит из таких труб, которые уже сгнили давным-давно. Но никто не озаботился тем, что нужно сделать проект, пройти экспертизу, согласовать со всеми собственниками земли и построить водопровод тоже. Причем этот водопровод, водозабор, он на несколько деревень. Я сегодня спрашиваю, скажите, а вы разработали проект подхода к тем деревням, которые вы планируете туда подключить? Нет. То есть, водозабор будет сделан, вода появится, а подать ее в дом или в деревню просто не возможно. Для чего сделано публичное неслушание? Чтобы неравнодушные граждане сказали, слушайте, ну, вы говорили, например, год назад, что будет, например, вот это. Ничего не сделали. Мало того, даже бюджетные деньги, которые, например, на пристройку в школе были выделены, отправили обратно, потому что вы не смогли создать проект. Вот мы сейчас тут в совхозе обсуждаем. Ну да, мы писали им письмо, что давайте нам деньги, даже не деньги, дайте нам письмо просто разрешительное, мы запроектируем вам пристройку в школе, пройдем экспертизу. И все сделаем. Десять лет прошло с того момента, и до сих пор они получили деньги, кстати, бюджетные, из области. Десять миллионов на проектирование, двести миллионов на строительство. Это было в государственных программах. Ничего не смогли сделать, хотя мы им говорили, как это нужно сделать. А потом отправили деньги обратно и сказали, ах, пристройка в школе не построена, а потом виноват. Кто? Совхоз имени Ленина. После зала. Ну, конечно. Мне сегодня слова не дали, но я хотел вам сказать, что совхоз имени Ленина заплатил в бюджеты только за эти, там, десять месяцев, двести пятьдесят пять миллионов. Мы их содержим, мы их кормим, мы, там, наполняем бюджет для того, чтобы эти деньги потом были эффективно, рационально использованы, ну, и на них что-то было построено. А теперь получается так, мы их туда отправляем в бюджет, они на эти деньги, повышенные зарплаты, отпуск 45 дней, еще что-то себе оформляют, в том числе и платят повышенные пенсии муниципальным служащим, которых надо было посадить в свое время. И после этого говорят, а, ребята, сделайте за нас еще все. А мы придем и будем командовать. Где урну поставить? Вот сдайте нам эту документацию. Мы сидим и думаем, ну, слушайте, ну, сколько можно? Это вот даже хуже, чем помещики. Мы как крепостные. А это чиновничья рать, которая чувствует себя начальниками. И вот они друг другом довольны. Набрали этих, ну, мы знаем, как год назад депутаты вот эти вот, выиграли как будто бы выборы. Поснимали всех жителей, прислали какую-то, извините, шушеру, сами себе нарисовали там, допустим, ясно, что было испорченных бюллетеней в три раза больше, чем... И после этого говорят, мы депутаты, мы от народа. От какого вы народа? Продолжение следует...